Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о HyperOS, которая идет под управлением с Android 15. Да, у вас сразу возникает когнитивный диссонанс, ведь допустим только вам там пришла новая HyperOS с 13 Android, кому-то пришла с 14 Android, и тут я вам сегодня говорю, что уже доступен 15 Android. Да, это действительно так, компания Xiaomi выкатывает первые сборки, ну и давайте разбираться, что оно такое и чего в принципе стоит ожидать. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытным сегодня выступает, конечно же, не совсем оригинальный смартфон, на который идут эти самые сборки. То есть там эти все прошивки были доступны для Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, для планшета, ну и так далее. Понятное дело, что как бы я еще пока что свой Xiaomi 14 не разблокировал, да и в принципе как бы на глобальном рынке не особо рекомендуют ставить эти сборки. Ну а на китайской прошивке удалось попробовать на примере порта Xiaomi 14 Pro. Кстати, этот порт доступен будет на Poco F5 Pro, который я оставлю в описании под этим видео. Сборка у нас 24.5.8 и в целом она у нас такая, знаете, более как заглушка идет. И самого интересного и то, на что я больше всего рассчитывал. Это по моему мнению было как бы уменьшение веса прошивки и в целом как бы это должно было быть заметным. Но увы на Poco F5 Pro я такого не могу отметить. Даже если взять тот же Xiaomi 14, там именно сама HyperOS весит гораздо меньше. Но как бы что поделать и потому мы с вами идем дальше. Получается, если мы с вами также установим эту прошивку, мы его допустим нажмем на детальные спецификации. Тут как бы да, Android 15 у нас написан. Но как только мы вызываем пасхалку, у нас Android 14 еще как бы будет проявляться. Да, это разработчики пока что еще не вставили новый логотип, но не переживайте. Данная прошивка не была оправлена как-то по билдпропу для того, чтобы просто вам для видеоролика показать. Мол, посмотрите, это 15-й Android. Вас, наверное, будут интересовать более качественные изменения на этой прошивке. Вообще, кто-то говорит, что именно с 15-м Android это будет HyperOS 2.0. Но я бы не стал бы такие сейчас еще заявления кидать, потому как до 2.0 тут еще очень и очень далеко. Возможно, вас заинтересует сразу вопрос, а что по поводу кастомизации? Ведь вроде бы как бы разработчики обещали что-то новое добавить, какие-нибудь там новые фишки прибылут и тому подобное. Но, как вы можете заметить, ничего нового мы тут с вами, увы, не получаем. То есть кастомизация остается на том же уровне, что и есть на сегодняшний день. Я где-то читал, что может добавиться у нас как бы-то кастомизация на экране блокировки в плане виджетов. Или же в принципе там какая-то кастомизация виджетов, но именно в данной прошивке я этого не обнаружил. Еще многих интересует вопрос по поводу суперобоев. Кто-то говорит, что вот там новые должны добавиться. И что как бы то то, что сейчас есть в наших прошивках, это далеко не то, что есть допустим на китайских прошивках. Но вот сейчас вы можете заметить, что та же луна, снежные пики, геометрия, далее кольца Сатурна, Земля, Марс. Это все у нас также есть и на глобальной прошивке. Потому в плане вот суперобоев на китайской прошивке никаких изменений нет. В целом это все, что можно было отметить по разделу с кастомизацией. Из такого, что я мог бы притянуть за уши в плане фишек обновленных, ну или же в принципе как бы то, что у нас появляется в этом 15 андроиде. Это видоизменения, где у нас находятся значки сима. То есть вы можете вот тут заметить, что они не такие, как есть в оригинальной MIUI или же в HyperOS версии 1.0. Как бы да, оно сразу бросается в глаза. Но опять же говорить, что это прям суперизменение в этой прошивке в плане 15 андроида. Ну как бы то язык не поворачивается. В целом и все, что можно было бы тут отметить. Кстати, Xiaomi Smart Hub тут увы не работает. И опять же это связано, видимо, именно с особенностями того, что это первая прошивка. Если мы с вами проследуем в расширенной настройке, тут мы с вами получим, во-первых, то, что выделяется отдельно раздел как многопользовательские режимы. То есть вы можете не только как бы одним пользователем использовать этот телефон, а можете добавлять несколько пользователей. Как бы то в той же MIUI на сегодняшний день в HyperOS это скрыто через Activity Launcher. И вы можете в это меню зайти. Но вот именно с новым обновлением до 15 андроида, это у нас будет непосредственно в самом меню настроек. И это также удобно. Еще я заметил, что обновляются у нас разные анимации. А именно анимации там захода в приложение, анимации выхода из самих приложений также обновляются. Небольшие фрезы все же присутствуют, но я не думаю, что это прям супер таки критично. По шторке также ничего нового я не могу вам тут отметить. Она такая же как и в HyperOS 1.0 вместе с 14 андроидом. Если мы с вами разблокируем устройство и попадем на рабочий стол, также я могу отметить некую такую другую анимацию по сравнению с тем, что это есть на сегодняшний день. Но опять же, как бы протестировав эту прошивку, я для себя понял, что сверх чего-то такого вау, сверх чего-то необычного по сравнению с тем, что есть у нас на сегодняшний день, ожидать пока что не стоит. Есть еще у нас один интересный такой момент, он связан с приложением безопасность. Тут получается у нас версия 9.0 по умолчанию, но уже есть 9.0.2 или 9.1.2, что-то такое. И там добавляется интересный раздел, который нам позволяет улучшать работу батареи. Где-нибудь здесь, сейчас я вам скриншот прикреплю. И как бы да, тоже считается, что это будет вместе с 15 андроидом. Слухов на сегодняшний день очень много, информация, ну вы понимаете, может быть несколько противоречивой, но отталкиваемся от того, что есть. На сегодняшний день, протестировав эту прошивку, понятно от дела, я могу сказать, что она имеет определенные такие сыроватости, если это так можно сказать. Она не для повседневного использования, ну как будто камера работает, настройки работают, звонилка работает, и в целом все отлично. Но также важно понимать, что те фишки чистого 15 андроида, которые Google показали, они до HyperOS не дойдут, потому что компания Xiaomi их максимально будет закрывать своими какими-то там фишками, нововведениями, ну или же в принципе этой самой надстройкой под названием HyperOS. Потому на сегодня я не думаю, что стоит строить какие-то там иллюзии и фантазии насчет этой прошивки, что вот мол она придет, там многие проблемы пофиксят, закроют, и я думаю, что стоит следить за официальными там обновлениями, пресс-релизами компаний, в которых они только будут подогревать интерес. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или остались еще вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok